Рада вас приветствовать на священном месяце Рамадан. Я надеюсь, что у вас всё хорошо. У нас очередной вебинар «30 дуа из Курана». Незаметно, мы с вами несколько уже дуа заучили из «30». И сегодня мы признали на 17 дуа по счёту. И это из суры «Аль-Исра» – «Ночной перенос» с 24 аята. Здесь сказано о том, чтобы Аллах помиловал наших родителей, которые растили нас ребёнком. Дуа звучит следующим образом. То есть «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребёнком». Аль-Хамду Лилля, Абу Адель, толкуя эти аяты, говорит «И опусти пред ними обоими твоими родителями крыло смирения. Будь смиренным и мягким к ним, по милосердию проявляя милосердие и говори, Господи, помилуй их, как они смотрели, воспитывай меня, когда я был маленьким». То есть этот аят, он чуть длиннее, чем сам дуа. Дуа содержится в самых последних моментах этого аята. Толкование Ас-Аади сказано «Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори, Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребёнком». «Будь с родителями кроток и обходителен, проявляя смирение и милосердие. Но поступай так не из-за страха перед ними и не ради обретения части их имущества или других корыстных целей, нет, а в надежде получить вознаграждение Аллаха. Но если ты будешь обходителен с родителями ради корыстных целей, то лишишься его награды». «Моли Аллаха, смилостивиться над твоими родителями, независимо от того, живы они или скончались, такой должна быть благодарность ребёнка за то, что родители воспитывали его, когда он был младенцем». Из этого предписания следует, что чем лучше родители воспитывали ребёнка, тем больше его обязанностей перед ними. Если кто-либо помимо родителей воспитывал человека или учил его духовным или мирским истинам, то он также оказывается в долгу перед ним. Представим ту ситуацию в основном в нашем университете мамы. Как мы ухаживаем за своими детьми? Как мы уделяем внимание с утра до вечера с ними? Возимся, кушать готовим, моем за ними, купаем, бережём, если болеют, лечим. И точно так же о нас заботились наши родители в младенчестве. Конечно же, они любили, конечно же, они обнимали, растили таким образом, как могли, как они могли себе это позволить. Да, разные родители по-разному воспитывают, по-разному проявляют свою любовь, но родитель любит своё ребёнка больше, чем кто-либо. Аллах Суфанаталя нас любит ещё больше. И независимо, наши родители живы или они скончались, мы должны просить у Аллаха за них дуа, чтобы Аллах смилостился над ними. И как они нас воспитали. Вот как мы сейчас живём как Личность, это в какой-то мере, конечно, это повеление Аллаха, но причиной стали родители, мама и папа. В одном из хадисов сказано, один из них передан многими рассказчиками от Анаса, роди Аллаху Анх, в котором говорится, что когда посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассалям, сбирался на Минбар, он трижды сказал, «Амин, амин, амин, амин». Его спросили, «Почему ты сказал «Амин», о посланник Аллаха?» И он ответил, «Ко мне пришёл Джибриль алейху ассалям». И сказал, «О, Мухаммад, да будет обречён тот, перед кем упоминалось твоё имя». Но он не помолился, не прочёл салават за тебя. «Скажи «Амин». И я сказал «Амин». То есть, когда мы слышим имя Мухаммада, салли Аллаху алейху ассалям, да будет доволен им Аллах, и если кто не прочёл салават за него, то он, говорит, обречён, он ничего не приобрёл из благого. Затем Джибриль алейху ассалям сказал, «Да будет обречён тот человек, кто застал Рамадан и прожил его, но не просили его грехи. Скажи «Амин». И я сказал «Амин», говорит Мухаммад, салли Аллаху алейху ассалям. Какой же убыток быть из числа посящихся, заставшим Рамадан, но если пост наш не примется, и грех не будет стёрт, если Аллах не простит нам наши грехи. Затем он сказал, «Да будет обречён тот человек, который застал одного или обоих родителей и не зашёл по их причине в рай. Скажи «Амин». И я сказал «Амин». Здесь как раз третий пункт, который мы с вами изучаем. Имам Ахмад передаёт от Абу Храйры ради Аллахан, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассалям, сказал, «Да будет обречён, затем будет обречён, затем ещё раз будет обречён тот, кто застал одного или обоих родителей в их старости и не вошёл в рай». Хадис приводит также муслим в 2551 аяте. Субханаллах, какой же убыток быть одними из обречённых, одними из непринявших поклонения ради Аллаха, не почитая родителей, быть в числе тех, кто не должным образом относится к тем родителям, которые проявляли милость в детстве. Также в другом хадисе сказано, что имам Ахмад передаёт от Муавия ибн Джахима ассалями, что Джахима однажды пришёл к посланнику Аллаха салли Аллаху алейху ассалям и сказал, «О, посланник Аллаха, я, Расуль Аллах, я хочу выйти в военный поход. Я пришёл посоветоваться с тобой». Посланник Аллаха салли Аллаху алейху ассалям спросил, «У тебя есть мать?» Тот ответил, «Да». Посланник Аллаха салли Аллаху алейху ассалям сказал, «Будь с ней рядом, ибо поистине рай под её ногами». Это передано в хадисе Ахмад в 429-м хадисе. Аль-Хамду лиллях, мы становимся свидетелями того, что и в аятах в Коране, и в хадисах говорится о том, что мы должны проявлять милость и просить у Аллаха милости своим родителям. Один, двое, разницы нету, застали мы их старость или нет. Но в любом случае, когда они покидают этот мир, никто их не заменит. У каждого человека одна мама и один папа, которые растили как бы то ни было наилучшим образом. Каждый родитель хочет вложить своего ребёнка в самое лучшее. Бывает так, что, возможно, сами чего-то не добились, и это они вкладывают в своего ребёнка. Дают самую лучшую пищу, одевают самую лучшую одежду, дают самые лучшие знания. И мы обязаны просить у Аллаха за них дуа. На самом деле, в Коране, в суре Аль-Исра, ночной перенос, много чего сказано. Сказано о том, что пророк Мухаммад, салли Аллаху алисалям, перенёсся в Иерусалим. Оттуда же поднялся Миярадж на седьмое небо. Но именно в этой суре, 24 аяте, есть вот эта дуа, которую мы должны просить у Аллаха. Начало начинается «Вахфилм» и «Опусти ляхума» пред ними обоими «Джанаха» крыло «Аль-Лулли» то есть смирение «Минар-Вахмати» по милосердию. «Вакуль» и вот здесь говорится «И говори». Это всё мы не читаем, это предисловие, это приказ от Аллаха, после которого следует дуа, которую я выделила линией. Начинается дуа «Роб-бир-хам-хума-кяма-роб-бая-ни-сагира». Но очень короткая дуа. Ещё раз давайте повторим. «Роб-бир-хам-хума-кяма-роб-бая-ни-сагира». «Господи, помилуй их двоих». Здесь двойственное число как раз «Роб-бир-хам-хума-кяма-роб-бая-ни-сагира». Ещё раз. «Роб-бир-хам-хума-кяма-роб-бая-ни-сагира». «Би-изнеллахи-та'аля» мы узнали с вами несколько хадисов, в которых говорится много чего о том, что может быть обречён тот, кто не произносит салават пророку Мухаммаду после упоминания его имени. Также обречён тот, кто застал Рамадан, которому не простились грехи. Также тот, который обречён, не проявлял должного внимания и милосердия к своим родителям и не просил у Аллаха помиловать их. О, Аллах, помилуй наших родителей, ведь они растили нас ребёнком. Прости их грехи, заведи их в свой рай. Аллахума, Амин. Субханик, Аллахума, бихамдик, ашхаду, аль-Ла-Илла-Ант, астагфрука, анатуба, илайк. Ассаляму алейкунна, варахматуллахи, в баракатах, ахвате. Алейкум, ассаляму, варахматуллахи, в баракатах. Хиза киляу, хайран, даракатуллахи, астаза, Амин. Амин.